Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, все, доллару конец наступает и скоро он рухнет, поэтому надо быстренько избавляться от долларов. Если они у вас еще есть, ни в коем случае не покупать доллары, потому что доллара скоро не будет. Вот такие сообщения я слышал много-много раз. И каждый раз, когда я такое слышал, что случалось? Ну, обычно это происходило, когда падал как раз рубль, а не доллар. Я слышал это от правительства, от руководства страны о том, что, друзья, избавляйтесь от долларов, доллар скоро отменят и так далее, и так далее, и так далее. Что же происходило вслед за этим? Ну, в начале 90-х, когда была гиперинфляция, там понятно, что все вкладывались в доллар, и эти разговоры шли от руководства в основном страны, которая, тем не менее, деловито распихивала свои деньги по зарубежным счетам, по офшорам, в долларах как раз, а людям говорило, что, ребята, избавляйтесь от долларов. Потом, накануне 2008 года, когда был мировой кризис, и тоже говорили, избавляйтесь от долларов. Потом, в 2014 году, тут уже вообще классика, когда Медведев вышел и стал говорить о том, что доллару кранты. Но сейчас эти разговоры приутихли, и уже мало кто говорит, избавляйтесь от доллара. Давайте-ка подумаем, есть ли под этим основания все-таки, и когда я читаю, что доллару конец, доллару наступает конец, то, ну, можно не обращать на это внимания, когда об этом говорят руководители нашей страны, но есть люди, которые говорят об этом и весьма внятно это объясняют. И самый, как бы, доходчивый объяснятор этого явления – это Михаил Хазин. Давайте-ка просто задумаемся о том, о чем он говорит, Михаил Хазин. Говорит он следующее, что да, доллар сейчас является главнейшей мировой валютой. И это результат тех соглашений, которые были достигнуты во время окончания Второй мировой войны, когда уже было понятно в 1944 году, что Германия будет разгромлена. И в Бреттон-Вуде собрались крупнейшие финансисты мира, и они стали обсуждать, как они будут делать послевоенный мир, на чем будет основан, на каких принципах. И тогда они решили, что надо создать Лигу наций, которая сейчас называется ООН, Организация Объединенных Наций. Тогда же они решили создать правила международной торговли, то есть ВТО, Всемирная Торговая Организация. И тогда же они говорят, ну а как расчеты вести? И они предложили вести все расчеты в долларах. Ну, когда война заканчивалась в 1944 году, вся Европа была в руинах, и вообще было непонятно, естественно, какая там валюта и что с ней будет. Так сказать, Россия тоже была в руинах, Китай просто, можно сказать, не была на экономической карте мира. И крупнейшая экономическая держава была Америка. И выбор доллара был однозначен на самом деле. И Америка сказала, мы сделаем так, что все будет удобно, действительно, то есть в долларах платить удобно, сделаем систему платежей в долларах, и что там мучиться, давайте все в долларах. И вот на основе этих, так сказать, согласились с этим. И с тех пор вся международная торговля, практически вся, она производилась в долларах. Что это значит? А это значит, что, как говорит Хазин, что уникальная ситуация на самом деле. То есть есть мир, есть огромное количество стран в мире, которые торгуют между собой, но при этом они используют одну валюту. И эта валюта, это национальная валюта одной страны конкретно взятой. И у этой одной конкретно взятой страны есть все рычаги, чтобы печатать эту валюту и чтобы фактически управлять миром. Ну, а американцы говорят, что, ребята, не беспокойтесь, мы будем держать доллар вот таким вот крепким. И действительно так всегда было. На чем же основывается крепость доллара? А крепость доллара основывалась всегда на том, что, вот Хазин говорит, что доллар был крепкий, пока зона влияния доллара расширялась. То есть все больше и больше стран включались через те же самые механизмы ВТО, Всемирные торговые организации включались в международную торговлю, а международная торговля в долларах была. И поэтому зона доллара увеличивалась. Что это значит? Что, ну, как бы для всех стран, когда одна страна торгует с другой, то у них есть какой-то, ну, обмен, и они торгуют долларами, значит, вот эта страна, которая что-то покупает, она должна купить сначала доллары у Америки, а потом заплатить этими долларами за товар. И та страна, значит, если хочет вот у этой купить, то, значит, она тоже покупает доллары. И все страны должны иметь запасы в долларах. Золото, валютные резервы, они в основном в долларах формировались. И, как говорит Хазин, что все страны для того, чтобы получить деньги, они должны произвести какой-то товар. А есть одна страна, которая для того, чтобы произвести деньги, просто их печатает и все. Вот, и Хазин говорит, что вот именно на этом основано в основном могущество Америки. Пока зона влияния доллара расширяется, доллар будет стабильный. Но будет ли так всегда? Мир-то ограничен. И сейчас все страны, которые могли быть включены в зону влияния доллара, они уже включились. Была не включена система социалистических стран после войны, но она разрушилась, и страны сначала отделились там восточной Европы, и они включились в международную торговлю, потом включилась и Россия. Китай очень, так сказать, за последние 30 лет набрал огромную экономическую мощь, и там тоже господствует доллар. Все, больше расширяться доллару некуда. И с 1976 года возникает дефицит во внешней торговле США. И пока еще американцы говорят, наши казначейские обязательства самые надежные. И если куда-то вкладываться, они действительно самые надежные в мире пока еще были. Вот, и если куда-то вкладываться, если хранить деньги, то в наших казначейских обязательствах. И есть соответствующие рейтинговые агентства, тройка, они говорят, что самые надежные инструменты в мире – это казначейские обязательства США. Но США, пользуясь своей главенствующей ролью в мире, регулярно начинает уже подкручивать гайки. Как повлиять на какую-то страну, как заставить ее выполнять условия? Надо ввести против нее санкции. Прежде всего торговые, но это нам известно, правильно? Вот, и самое страшное наказание для любой страны – это отключение ее от системы SWIFT. Потому что, если, как только, что такое система SWIFT? Это система перевода в валютных, в долларах. Ее контролирует США, и США запросто могут отключить любую страну. Вот, и уже были прецеденты, когда отключили от системы SWIFT Иран. И, например, Европа не согласна вот с последним решением Трампа, что при Обаме санкции сняли, там вроде все, договорились с Ираном. А Трамп, когда пришел к власти, говорит, не, нифига, мы накладываем санкции на Иран снова. А Европа говорит, а мы не согласны. А Трамп говорит, а мне пофигу. И он берет и отключает, уже одна конкретная страна отключает другую страну от системы международной торговли. И уже Европа говорит, ну, ребята, ну и вообще все так немножечко говорят, вы о чем вообще? Кроме того, да, золотовалютные запасы разных стран, они находятся в Америке, но Америка говорит, ну, типа, а мы заморозим ваши счета. Такое было сплошь и рядом с Ливией, например, еще с чем-то. То есть Америка запросто может заморозить золотовалютные резервы. И когда возникает вот такая опасность, такой заморозки, то страны начинают чувствовать себя не очень удобно. И они говорят, слушайте, ну, давайте-ка мы уберем свои золотовалютные запасы из Америки. Вот, и потихонечку начинают убирать. Сейчас вы знаете, что у России с Америкой не самые лучшие отношения, а большая часть золотовалютных резервов России была как раз в Америке. И Россия вот год-два последний распродала большую часть своих золотовалютных резервов, которые находились в Америке. Почему она это сделала? Ну, потому что есть опасность, что нам просто их не дадут. Недавно Германия сказала, а дайте-ка мы посмотрим на наше золото, которое у вас хранится. Точно ли оно у вас хранится? Америка говорит, не беспокойтесь, все надежно. Но дайте-ка посмотреть. А они говорят, нет, посмотреть нельзя. И Германия несколько лет назад вывезла свое золото на свою территорию. К чему это ведет? Это ведет к постепенному снижению уже, уже снижению влияния Америки. Кроме того, Америка, так как вводит санкции на вот этот вот SWIFT, переводы, то уже когда Европа не согласна с Америкой, они говорят, а мы готовы торговать с Ираном. Америка говорит, а мы это прикроем. Вот что делают Европа с Ираном уже. А Европа с Ираном начинают создавать собственный механизм продажи нефти иранской за евро уже, а не за доллары. Что делает Россия? Ну, например, Россия с Белоруссией, смотрите. Россия торгует с Белоруссией, и зачем при этом доллары? У Беларуси есть белорусский рубль, у России российский рубль. Несколько лет пытались наладить прямые платежи в белорусских или там в российских рублях. И это сделано сейчас? Да, они, конечно, считают через доллар все курсы валют, но тем не менее доллары при этом не участвуют. Поэтому, может быть, стоит прислушаться к тому, что говорит Хазин. Когда же упадет доллар? Вот такой вопрос животрепещущий можно задать. Ну, друзья мои, давайте посмотрим просто, что грозит доллару на самом деле и насколько вот эта ситуация сгущается. Да, постепенно роль доллара ослабевает. Но пока большая часть международной торговли происходит все равно в долларах. Да, Китай вводит платежи в юанях. Уже с Африкой, с Южной Америкой там налаживаются платежи в юанях. С Россией тоже худо-бедно, но начинает что-то идти в юанях и в российских рублях. Ну, скорее в юанях, в общем-то. Ну, это еще малая часть. Но потихонечку, капелька за капелькой, уже расширяться влияние доллара, расширяться в зоне долларовых расчетов некуда. Более того, начинается его сокращение. К чему это приведет и когда? Да, ну, давайте я предположу, что это доллар останется главенствующей валютой, но я думаю лет 10 еще. Потому что это постепенно-постепенно созревает. И для того, чтобы доллар стал наравне с другими валютами, но надо создать другой механизм прежде всего, он уже создается на наших глазах. Что это будет за механизм, как я себе его представляю. Друзья мои, я практически уверен, что будет введена общая мировая валюта, которая будет опираться на корзину всех основных валют. Ну, скажем так, в эту корзину будет входить, безусловно, доллар, он никуда не денется, туда будет входить евро, туда будет входить японская иена, туда будет входить китайский юань. Будет ли туда входить рубль? Ну, это большой-большой вопрос, потому что экономика России это всего лишь 2% от общей мировой экономики. Возможно, туда войдет рупия, ну да, фунт еще скорее всего войдет. Вот, ну, то есть, какие валюты войдут, это уже будет рассматриваться. И вес этих валют будет зависеть от веса страны в общей мировой экономике. Вот так. И, ну, так же сейчас считается индекс доллара по корзине, по отношению к корзине основных валют. Вот, есть такой индекс доллара по отношению к корзине основных валют. Так вот, это будет вот какая-то другая валюта, и я почти уверен, что это будет криптовалюта, и что будут налажены платежи через систему блокчейна. Все это неспроста, все эти блокчейны, все эти биткоины и так далее. Будет ли это биткоин? Думаю, что нет. Я думаю, что это будет другая валюта. Вот, ну, в Азии уже все больше и больше принимают риппл валюту в азиатской и арабских странах. Вот. Но, возможно, как-то преобразится и биткоин, я не знаю. Вот. Но это будет другая валюта, и я говорю, я почти уверен, что это будет блокчейн. Поэтому я пока не советую брать криптовалюту, пока не советую брать биткоины, потому что еще неизвестно, какая валюта будет. Но я почти уверен, что будущее у нас за криптовалютами. Когда-то произойдет все, но я думаю, что на это уйдет еще лет в районе 10. Вряд ли раньше. Ну, а пока я жду, на самом деле, что доллар скорее укрепится, чем упадет. Ну, по отношению к рублю, по крайней мере. Или рубль скорее. Упадет к доллару, чем наоборот. Поэтому, друзья мои, я думаю, что в ближайший год в перспективе с долларом ничего не произойдет. Если кто-то будет говорить, что доллар все рухнет, ну, не верьте. Я думаю, что это не так. Но следить надо. Я надеюсь, что это видео было хоть как-то полезным, что я, ну, по крайней мере, свою точку. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, согласны вы или нет вообще с этим делом. И на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Спасибо.